Сегодня утром видновчане, жители Ленинского района, собрались на аллее славы города Видное, чтобы принять участие в митинге, посвященному Дню памяти воинов-интернационалистов. С 2010 года, 15 февраля, в России вспоминают тех соотечественников, которые в разные годы несли военную службу в горячих точках планеты. Дата была выбрана не случайно. Именно в этот день, 27 лет назад, последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана. Этому предшествовали 9 с лишним лет изнурительной войны. Это нужное мероприятие. И в первую очередь оно нужно именно нашему подрастающему поколению. Ведь сегодня много говорят о памяти. А память – это не только тот, кто ушел. Среди нас присутствует сегодня живая память тех недалеких событий, о которых многие из нас помнят. За советское и постсоветское время наша страна приняла участие в десятках военных конфликтов. Каждая война обходилась государству дорого и не только в финансовом плане. Тысячи солдат и офицеров погибали при исполнении так называемого интернационального долга. Матери, отправляя сыновей служить в армию, молились о том, чтобы те не попали на войну. У Вечного огня сегодня присутствовали и воспитанники военно-патриотических клубов, где с малых лет мальчишек учат быть защитниками своей страны. Когда на наших занятиях ребята узнают боевую историю, скажем, ратные подвиги наших с вами соотечественников, то, наверное, все-таки в них просыпается вот эта вот гордость за наш народ. А когда просыпается гордость, наверное, здесь же и просыпается чувство патриотизма. В нашей студии ветеран войны в Афганистане, член Совета ветеранов войны, труда и вооруженных сил города Видное, член Союза десантников России Борис Радиславович Жемков. С праздником вас, Борис Радиславович! Спасибо всех наших ветеранов, с праздником! Вы офицер военно-воздушных сил и в 85-м году вы попали в Афганистан. Насколько ожидаемо было событие для вас? Ну, как сказать, в какой-то мере ожидаемо, потому что мы шли менять эскадрилью своего полка, которая ушла раньше, на год нас. Но вот когда конкретно пойдем, мы не знали, в каком месяце, когда будет. Как всегда в армии, приказ пришел неожиданно. За месяц нам дали 15 дней съездить как бы в отпуск. К родным. Ну да. И после этого улетели в Афганистан. Вы же понимали, что вы едете на войну? Понимали, это не то слово. Я даже вот те 15 дней, когда сюда приехал, я сходил к нам в храм в Ермолинский и попросил батюшку благословить на войну. Скал, что лечу на войну, батюшка даже не понял. В то же время не говорили, что мы воюем в Афганистане. Как бы командировка. Но когда я объяснил, что я офицер и еду в Афганистан, батюшка благословил, дал свое благословление и уехали служить. Нельзя не обратить внимание на китель и на ваши награды, но среди прочего есть и Орден Красной Звезды. Да, есть такой. Да, это военная награда. Да, это чисто боевая награда, полученная в Афганистане. Ну, руководство решило, что я достоин. События 30-летней все-таки уже давности. Говорят, что не бывает бывших офицеров и бывших солдат не бывает. Афганистан в вашей душе, как в песне поется, в вашей душе живет Афганистан. Вот за эти последние 30-летия он остался с вами навсегда. Вы знаете, это то, чего из памяти нельзя вытравить никакой кислотой. Афганистан научил отношению к жизни, правильному отношению к жизни. Ценить дружбу, ценить преданность, ценить свою родину и любить ее. И без этого просто невозможно. Вы знаете, вот как-то мы с Александром Розенбаумом в Кандагаре вместе беседовали. Он приезжал с концертами. А потом мы встретились на его концерте в Венгрии. И вот там он сказал хорошую, умную вещь, о которой мы как-то не задумывались сами по себе. Выступая там, он сказал, если здесь, в Союзе, вам подставят подножку, то в Афганистане вам 40 раз подставят плечо. Борис Радиславович, спасибо, что в такой день нашли время прийти к нам в студию. Спасибо за ваш рассказ и за ваш этот патриотический дух. Спасибо вам, что пригласили. Еще раз хочу поздравить всех ветеранов, всех необъявленных войн, военных конфликтов с праздником. Теперь это праздник наш уже общий, государственный. И легче перечислить те страны, в которых мы не воевали, где не участвовал в боевых действиях советский, российский солдат, чем перечислить те страны, где мы были. Спасибо вам большое, что вы тоже не забываете, вспоминаете. Помните нас, ветеранов всех этих необъявленных войн и военных конфликтов. Я напомню, в нашей студии был ветеран войны в Афганистане, член Союза десантников России Борис Радиславович Жимков. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!